Внук Рахмона талантливый футболист. В Узбекистане начался суд над блогером Рустамом Каримом. Дочь Назарбаева приобрела замок в Швейцарии. И наблюдал первый матч турнира между командами «Спартак» из Худжанда и «Йовар» Бабаджан-Гафуровского района. За «Спартак» выступал и внук президента Анышурвани Рустам, сын Мэра Душенбе Рустами Эмамали. Первый матч турнира между командами «Спартак» из Худжанда и «Йовар» Бабаджан-Гафуровского района закончился с крупным счетом 6-1 в пользу «Спартака». Пять голов за худжанскую команду забил внук Рахмона Анышурвани Рустам. Счет на первых минутах матча открыл талантливый спортсмен Анышурвани Рустам. Анушурвон классным мастерством, точным ударом с штрафной площадки врезал мяч в сетку ворот соперника, сообщает прислужба президента Таджикистана. Встреча «Спартака» с «Йоваром» закончилась крупной победой юных футболистов из Худжанда со счетом 6-1. Пять голов в этом матче в ворота соперника забил своими мощными и точными ударами талантливый игрок Анышурвани Рустам, нахваливает невероятно талантливого внука прислужба президента. Критики отмечают, что весь талант внука диктатора заключается лишь в принадлежности к семье Рахмона. А это значит, что обеим участвующим в матче футбольным командам приходилось подыгрывать ему, чтобы он забил свои голы. Напомним, что ранее журналисты сообщали о наличии у Анышурвани Рустама собственной конюшни, жеребцы из которой несколько раз также совершенно не случайно побеждали в скачках на кубке мэра Душанбе. 23 августа в Ташкентском городском суде начался судебный процесс над узбекским блогером, известным как Рустам Карим, Каримов Рустам. Он обвиняется по статье 244.1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку». Напомним, Рустам Каримов является известным узбекским блогером, выступающим с критикой в адрес власти Узбекистана, причем как каримовского режима, так и режима Мирзиёева. Весной текущего года он был депортирован в Узбекистан из Польши, после того, как польские власти отказали ему в предоставлении политубежища. По приезду на родину Рустам начал принимать активное участие в громком судебном процессе по рассмотрению жалобы студентки Исламской Академии Узбекистана Луизы Муминджановой, отчисленной за ношение хиджаба. После своей встречи 8 апреля с заместителем председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Абдулизиз Мансуром, где присутствовал еще один узбекский блогер Астанов Тулкин, оба были задержаны. Решением Алмазорского районного суда города Ташкента они были осуждены по статьям 183 и 194 Административного кодекса мелкого хулиганства на 15 суток административного ареста. Однако 23 апреля вместо того, чтобы освободить задержанных по истечении срока административного ареста, правоохранители передали блогеров в СГБ, которые уже сфабриковали против них уголовное дело. Целью визита блогеров в Думу было обсуждение проблемы посещения учебных заведений девушкам в хиджабе. По их словам, они попросили Думу не оставаться в стороне от проблемы, которая остро волнует жителей страны, проявить свою исламскую позицию и защитить честь мусульманок и их обязанность на ношение хиджаба. Во время следствия родные Каримова не смогли добиться встречи с ним. От предоставленного госзащитника со стороны СГБ Республики Узбекистан Рустам Каримов отказался. По мнению наблюдателей, судебный процесс является политическим, а уголовное дело по отношению блогеров, выступавших в защиту чести мусульманок, является сфабрикованным. Дочь экс-президента Казахстана Динара Кулебаева приобрела элитную недвижимость в Швейцарии – знаменитый замок Биль-Риф. Об этом пишет швейцарский журнал «Байлен» от 21 августа. Замок расположен в окрестностях Женевы и внесен в список национального наследия Швейцарии. По некоторым данным, дочь Нурсултана Назарбаева приобрела его за 63 миллиона долларов. Журналисты Радио Азади, связавшись с редакцией «Байлен», удостоверились, что информация соответствует действительности. По сообщениям журнала «Байлен», это уже далеко не первое крупное приобретение дочери Назарбаева в Швейцарии. По их данным, в 2009 году она приобрела в Женеве недвижимость на 75 миллионов долларов. Сама Динара Кулебаева на эту публикацию швейцарского издания пока никак не отреагировала. Напомним, что по данным Forbes KZ, на 2019 год состояние Динары составило 3 миллиарда 100 миллионов долларов.